Ары спустя 100 дней город восстанавливали сообща. Со стороны руководства страны и области вели круглосуточный контроль, как повлияла программа Рухани Жангру на ход восстановительных работ в Арысе. Теперь город после бомбежки начинает новую жизнь. В истории новая страница. Трагедия Арысе объединила всю страну и весь народ. О страшных минутах трагедии, как поднимали город, кто помогал и по сей день оказывает поддержку, рассказывает Аким Арысе Мурат Кадребек. Арысе Мурат Кадребек. Здесь нужно понять, есть время? Объясню. В гражданском законодательстве везде есть объект повышенной опасности. Отчего это повышенная опасность предоставляет? Потому что она опасна, повышенная опасность. Любой объект может предоставлять определенную опасность. Но есть объекты повышенной опасности. То есть там взрывчатые вещества может быть. Там газозаправка тоже объект повышенной опасности. Для того, чтобы знать, если там что-то пойдет не так, и какие ущербы может нанести, кто должен знать вообще? Мне кажется, хозяин должен знать. Это засекреченный объект, военная часть. Если мы сейчас с вами, если поедем туда, нас не запустят туда. Если информацию запросим, сколько там снарядов лежат, они информацию нам, естественно, не предоставят. Скажут, это засекречено все. И для того, чтобы обеспечить безопасность граждан, я что должен делать, как Аким города? Я должен, в законодательстве так и указано, я должен обратиться им. Вы можете мне не предоставить никаких информаций, что там хранится, и настолько оно опасно. Вы мне дайте, где я не должен предоставить земельные участки, что опасность нести создавать. Они вот этот участок по закону и определили, что от складов 200 метров, я не имею права, если так прямым языком говорить, ничего не должно быть там. Каких-либо строений ничего не должно быть. Даже трубопровод для водоснабжения ничего не должно быть. Я вообще не могу трогать там 200 метров, да? Еще есть охранный район. Охранный район, оно 3 километра. Так, взорвались вот склады, да? И вот населенные пункты. Ну, вот этот микро-м, Коктем-1, Коктем-2, вот эти объекты, да? Вообще, мы сейчас находимся здесь, где-то здесь находимся. Вот здесь. Здесь специальная охранная зона есть. Это 200 метров отсюда должно быть. 200 метров. Ничего не должно быть там. И я не имею права земельные участки предоставить. Вот по карте видно, да, вот эта зона? Вы здесь видите, вот дома? Да, да, да. Она же, вот зона вот здесь, вот эта 200 метров отсюда, если мерить, здесь 200 метров получится. Вот это они вот таким образом обозначили, да? И как Аким города, я не имею права им каких-либо здесь земельных участков предоставлять, да? Еще существует вот этот охранно-запретная зона и запретный район есть. А запретный район отсюда должно быть от каждого объекта 3 километра. Вот это где-то охватывает вот эта часть. То есть вокзал вот здесь находится, вокзал тоже охватывает. Вокзал тоже охватывает 3 километра. Здесь можно строить заправки, можно все делать, кроме там 3 запрета есть. В охранном районе. Это, я не имею права, стрельбище организовывать. Ну вот, понятно, да? Есть сейчас оружие, которое пуля может доходить до 10 километров, да? То есть это опасность предоставляет. В связи с этим закон запретил организовывать в черте города в районе 3 километров стрельбище. Потом там формулировка такая, что если так посмотреть, там не должно быть какие-либо пиротехники. То есть если салют, то такие вот, да, производите. И третье еще есть тир. Вот эти 3 километра и 200 метров определяет Министерство обороны своим приказом, потому что они знают внутри, что находится. Они должны мне говорить. Они же знают, что внутри находится. И они должны вот в районе 3 километров... Получается, вот это все нельзя? Можно. Строить все можно строить, кроме 3 вещи. 3 вещи. Запретный район. Для этого и запретный район, что нельзя вот эти вещи делать. А если еще один вопрос, если так разбираться... Вот вокзал, да? Вокзал у нас построен в 1904 году. А вот этот объект, склады появились в 1930-х годах. Ну, если опасность представляют, тогда они должны были подальше строить. Так же? Вокзал-то стоял же. А мы же не можем рядом с твоим домом построить и сказать, ты находишься в опасном зоне, ты должен переехать. Так же? А вот эти дома вот здесь, которые рядом... Вот эти дома... Получается, их-то недавно выдали? В смысле, не вы имеете? Нет, выдали, но они-то закон не нарушали. Они же... Министр обороны своим приказом утвердил, что в районе 200 метров не должно ничего быть. А ниже, если бы написали бы в районе километра, если сегодня издаст приказ, я начну работать, что вот этих людей переселить в другое место. Ну, такого документа нет уже у меня. И то, что опасно, не опасно, я знаю, что оно входит в рестор объектов повышенной опасности. Ну, формулировку настолько опасно, они должны сами давать. Это в законе, потому что я никак не мог знать, что там находится, и не имел права знать, что там находится. Во-первых, не мог знать, и не имел права знать. Ну, это же... Понятные вещи же. А простые люди, вот... Айглорнбек тоже недопонимает вот это, потом в законе изучает. И говорит, что вот мы людей подвергиваем к опасности выделить земельный участок. Для того, чтобы говорить, вот вы сами... Вот у вас спросите, или у другого человека спросите, настолько это опасно? Можете определить, настолько оно опасно? Не можем. А те люди, которые знают внутри, что находится, кто должен знать? Хозяин объекта так же? Хозяин должен вам говорить. Вот письмо написать, хотя бы секретное письмо. Уважаемый Аким города, у нас объект повышенный опасный, опасность составляет такое-то, такое-то. В связи с этим вы должны настолько переселить вот это насилие. Мы бы сделали вот это. Нашли бы деньги, и хотя бы вышли в правительство, этот вопрос поднимали бы. Если вопрос не поднимали, в чем наша вина тогда? Какая вина может быть? Юридически так же? Или вы не согласны с этим? Нет, я согласен. Я теперь только понял. Ну, обед повышенный. Вы понимаете, я как бы не осуждал вас после этого интервью, я просто не знал сути. А простым людям, народу, объяснить это сложно. Еще сложнее, потому что если человек, который некомпетентный в этой отрасли, дает такой комментарий, людям интересно, а значит Аким и Сея, коррупционеры, они, наверное, земли продавали там. Вот такие рассуждения идут. А у вас не было желание столько событий произошло оставить? Нет, нет. Как оставить? Ну, это, во-первых, как можно оставить в таком положении? В другое время можно оставить работу, да? А когда в положении ЧАЭС находится, это же можно расценивать как предательство, так же? Что в такой момент взял его, мне сложно, я должен уйти. Ну, самый основной удар-то идет на вас? Ну, основной удар я выдержу, конечно. Для того, чтобы уйти отсюда, я должен все вопросы закрыть, после этого я должен уйти. По закону ЧАЭС я должен все вопросы закрыть, и потом я имею право уходить отсюда. А до этого момента я никак и ни морально, и ни юридическое право не имею. Результаты, я точно могу сказать, те люди, которые нуждались в помощи государства, они все стопроцентно получили помощь. А те люди, которые, вот здесь надо понять вот эти моменты, да? Вот я согласен, что некоторые дома не завершены на сегодняшний день. Я согласен, и не буду отрицать это. Ну, по чьей вине надо определить, по чьей вине. Если вы здесь живете, да? Вот для того, чтобы произвести ремонт, в первую очередь специалист в этой отрасли, который знает строительные нормы, нормы СНИП, он должен посмотреть и оценить, что нужно делать для того, чтобы человек здесь отремонтировать, и чтобы человек находился в безопасности. Он определенный дом, и за это он подпись ставит и печать ставит, и предупреждается об уголовной ответственности. Если вдруг вот этот дом после вот этого заключения рухнет, тогда тот человек будет нести уголовную ответственность. Предупреждаем. Он заходит, и оценка дает, и говорит. Вот этот дом подлежит снуху. Мы безоговорочно сносим, и хозяину договариваемся, и по фундаменту строимся. Ну, это по нашей вине хорошо мы сделаем это все. Фундамент хороший, который будет соответствовать нормам, с ним зальем. И на сегодняшний день саманных домов нету, в связи с этим мы уже жилым кирпичом построим. Это уже где-то будет составлять 18-19 миллионов тенге один дом, да? 100 квадратных метров. Мы построим это все. Есть люди, которые до сегодняшнего дня не достроены, да? Вот эти люди. Приходит эксперт говорить, что вот этот дом можно восстановить через капремонт, произвести капитальный ремонт. Для капитального ремонта где-то уходит 10 миллионов, 8 миллионов. Вот так в этом районе, да? Мы говорим, вот нам дали заключение, мы начнем завтра уже ремонт производить. Вот этот подрядчик, он будет делать, оплату мы будем производить. Смета вот такая-то сумма получается. Из бюджета выделит эти деньги. Он смотрит и говорит, ладно, хорошо, давайте начните. Мы начинаем строить вот этот дом, то есть начинаем капитальный ремонт. Крышу вскрываем, открываем, а там еще дополнительные дефекты, которые специалист не мог определить простым вот этим обследованием. Там уже после этого появляются трещины появляются. А опять вызываем специалиста, говорим, вот мы начали ремонт делать, там уже вот такая трещина появилась. Что делать? Он опять экспертизу проводит и говорит, вот это можно восстановить. А иногда говорит, что нельзя восстановить, надо сносить уже. Мы дальше идем. Время-то уходит, мы рассчитывали, что в течение месяца капремонт сделаем. 15 дней разбирали, работу делали, дополнительные средства уходили и появилось. Это разве наша вина? Это не вина и не хозяина, и не наша вина, да? Хорошо. Сносим, начинаем строить. Опять срок нарушаем. Так, согласны? В чем наша вина тогда? Если вот такая ситуация сложилась. Ну, изначально, да, говорили, мы говорили, в течение месяца построим, да? То, что без учета таких обстоятельств мы полностью, в течение месяца все полностью сохранили. Сто процентно, да? А в начале, в первые же дни, когда обследование провели, там было, сносу подлежало только 28 домов. А на сегодняшний день вот эта цифра увеличилась на 467 домов. 407 домов. И приходится, это 467 домов, это, если так взять, это нормальный район. Приходится строить нормальный район, в течение месяца мы должны построить. Главное, хорошо построить. И еще один такой, надо сделать, такое вот препятствие появилось в ходе строительства. Вот хозяин говорил, я считаю, что это опасно. Все равно заключение смотрит, заключение мы тоже смотрим. Мы должны, обязаны руководствоваться по закону АЧС, мы обязаны руководствоваться заключением эксперта, да? Также, если эксперты дают, что можно восстановить, мы, если сносим, тогда прокуратура у нас будет спрашивать. На основе чего? Или вы необоснованно им предоставили какое-то преимущество, то есть, затратили дополнительное государственное средство для того, чтобы улучшить его материальное положение. И с нас взыщет вот эту сумму. Либо будет обвинять, что мы славопотребили своим служебным положением. Либо будет говорить, что хищение государственное средство идет. То есть, я с ним договорился, и дополнительно, если оно стоило 8 миллионов, я за 18 миллионов снос сделал и заново построил, значит, я с ним поделился на какую-то сумму. Вот такие подозрения возникнут сразу. И уголовное дело точно, если не в отношении меня, то в отношении другого должностного лица все равно возбудит из-за их держит. Ну, чтобы обеспечить себя, мы все равно должны повторную уже экспертизу назначить. Повторная экспертиза опять дает, что можно восстановить путем капитального производства, капитального ремонта. Приходится хозяину договариваться, убеждать его, что вот эксперт приходит, говорит, дом не упадет, не рухнет, потому что то-то мы будем делать, вот это будем делать, и сам процесс объясняет. Когда заключение, в заключении, все вот этот процесс самого строительства, да, самого восстановления, восстановительный процесс, все полностью расписывается там, что нужно делать для того, чтобы капитальный ремонт произнести, и чтобы оно не рухнуло. Вот эти, все эти рекомендации, если будем выполнять, тогда дом должен стоять, там срок есть, по СНИПам, там, если жена, где пить, стена, тогда 25 лет, а если саманы, тогда 20 лет. Вот такие сроки существуют. Они конкретно заключения нам дают. На основании вот этих заключений мы, на основании вот этих рекомендаций, мы стройку должны произойти. Ну, когда хозяин требует, что снесли его дом и заново построили, а эксперт говорит, что нельзя этого делать, мы должны нарушение. Здесь тоже, тогда, если хозяин не согласен, ну, по закону ЧАЭС, мы должны ему просто предложить, вот, вы согласны, что у вас произвели? Если он хозяин же, собственник, он, если говорит, что вы не должны мою территорию нарушать, то есть это частная собственность. Частная собственность защищается государством, да? Частная собственность, я не согласен, вы не будете делать ремонт, тогда мы не должны делать. Здесь тоже будет срок нарушаться, потому что человек может в течение 20 дней говорить, что я не согласен, а в последний день сказать, ну, ладно, я передумал, давайте делайте. Тогда приходится нам делать. Вот такие дома и остались сейчас. Мы доделываем это все. Хорошо. Мы сегодня ездили по адресу, живутся в городе 18, это вот здесь недалеко. Они нам предоставили документы, где обращались к министру, к вам обращались, непосредственно к Казалардинской области, чтобы им сделали ремонт. Они сделали. Сверху заштукатурили и побелили стены. Такой ремонт провели в доме Азизы Сулейменовой. Ее дом относится к шестому сектору Казалардинской области. По словам женщины, после взрывов, которые произошли в Арысе 24 июня, стены дома потрескались от ударной волны, кровля пришла в негодность. Крыжу заменили, побелили в разных частях стены и даже поставили пластиковые окна. Вот только качеством ремонта хозяйка дома недовольна. У нас пострадал один дом, и вот второй. Экспертизу пришли сделать, потом все пропали. Я не стала кричать, как другие, ждала. Здесь у меня жители, которые строили дома по нашей улице. Я ждала, пока дойдет очередь. Но успешно про меня забыли. Поставили только вот эти окна. И вот недавно замазали дыры. Это что-то с чем-то. Женщина несколько раз писала в Акимат, затем в главе государства и в канцелярию премьер-министра страны. Спустя несколько дней ответ все-таки пришел. В этот раз в ответе из канцелярии главы кабинета министров дали указание с пометкой «Важно» в срочном порядке завершить работы до 30 сентября. Но, по словам женщины, повторный ремонт никто не сделал. Вот смотрите, что они писали. Я что, изгой? Если я не кричу возле Акимата, нужно мне на голову садиться? Ответственные за сектор уверяют, что все работы завершат в ближайшее время. Нам удалось связаться с Акиматом Козеларды, где нам пояснили. Рабочие уже выехали на место. Первый дом мы сделали. Второй дом, сейчас мы строителей отправили. Они сегодня должны приехать. Уже, дай бог, с утра уже начнут. С таким участком, если так смотреть, сразу... Ну, для чего-то же, если, ладно, если там нет документов, для чего-то же они его побелили и поставили эти окна? Если они, он, я не придерживаю ничьей сторону, если там не проходила экспертиза, ничего... Ну да, хозяина я видел. Зачем они поставили? Я с ними беседовал. Вот здесь вот такая ситуация. Вот этот дом изначально был контором для этого, для, по-моему, для Казпочты. Потом он приватизировал. Приватизировал и использовал как жилой дом. Он там жил и использовал как... Рядом построил новый дом. Рядом же построил новый дом, да? Это его собственность. И когда... По этим... Получилось так, что... После этого вот этот дом, который он начал использовать как сарай. И по документам, по юридически, он как дом числится. Все равно, жилое помещение числится. Юридически так. Ну, по закону ЧС мы должны отремонтировать жилой дом, да? Юридически это жилой. А вопрос, вопрос-то возникает, а использовал как сарай? И потом, когда к золординцы приехали, начали строить, они к нему подошли и спросили, давайте мы будем арендовать вот этот ваш сарай или дом, там будем жить. Хорошо, окна, двери мы сами поставим. Ну, наши строители должны временно проживать там. И для этого, ну, в качестве взаиморасчета они между ними договорились, что окна поставить и двери поставить. И они же временно будут, строители, жить. Для этого они вот такие вещи. Ну, мне такую информацию предоставили. Потом, когда... И потом начали выяснять, я начал вот... Здесь надо исходить из того, что вот для того, чтобы говорить, что это недостаточно документов, да? Вот, что вот, если соседи и другие люди утверждают это сарай временно, а там по документам это дом. Нужно, ну, с нас тоже будет спрос. Если, не дай бог, если сарай за счет бюджетных средств отремонтированных в законе, а честь нету, что можно ремонтировать сарай, там конкретно указаны жилые помещения. Ну, у вас вопрос возникает, это... Можете ответить на этот вопрос? Это... С учетом этих обстоятельств. Вы можете говорить, что это сарай, либо этот живой там? Что это тогда? Нет, я не могу говорить ничего. Ну, у нас тоже вот эти вопросы возникли. И к злодинцам мы тоже разговаривали, в злодинской области. Они сказали, ладно, хорошо, мы бюджетные средства не будем трогать, мы будем за счет спонсоров помогать. То есть мы доделаем недоделки, раз такая ситуация происходит, мы где-то доделаем. Мы согласились, хорошо, вот за счет этого доделайте, чтобы к нам вопросов не было, когда мы будем принимать этот объект. И чтобы в отношении них тоже не возникали, потому что это спорный момент. Это судебный процесс. Если будем через суд пропускать это, чтобы установил режим, это сарай или дом, тогда это долгое время пройдет. И потом начали проверять то тоже. Ну, если человек там жил, значит, он воду должен использовать, мусор, за мусор должен платить, за электричество должен платить. Тогда начали выяснять, тогда тоже наши мнения разделились. Они платили за дом. Там же во дворе два дома находятся. Не за два дома, они за один дом начали платить. А один дом-то сделан. Здесь нужно смотреть юридически. К нам тоже вопрос возникнет. Мы не враги народа. Если государство нам поручил, жилые дома отремонтируют, мы все полностью делаем эту работу. А здесь вот такая вот спор возникла. В связи с этим, основная цель какая? Чтоб люди не остались без крови, без жилья. Вот этот, если так говорить, да, частная собственность, частный собственность. Мы должны помогать, честно, хорошо. Мы должны помогать. Но человек-то без жилья не осталось. Если так выяснить, они и новый дом построили, и там они не живут, если так смотреть. Они здесь, еще один дом есть, там живут. Здесь основная задача стояла, чтобы всех людей обеспечить жилью. Полностью проблему убрать. Мы считаем, чтобы мы полностью проблему убрали. А то, что те люди, которые от людей завести, и конкретно я не могу сказать, вот до такого-то числа мы и сделаем, потому что это невозможно. Это не от нас зависит. Если хозяин против, что ему помогали, мы никак не можем судебным порядком даже обязать. Человек может сказать, да, я пострадал, но я вам не разрешаю вот этот дом ремонтировать. Когда я решение приму, тогда и начнете делать. А срок исковой давности три года. В течение трех лет в любой момент может прийти и сказать, что давайте я пострадал, отремонтировать. И тогда придется нам отремонтировать этот дом. А если говорит человек, сегодня я вам не разрешаю, мы ничего не можем сделать. 50 домов практически готовы к заселению. По словам строителей, осталось только установить кровлю и провести коммуникацию на участке. А с кормами насматривает комнаты и дома. Просит пояснить, в какие сроки работы завершат. По двум улицам готовы. Мы подвели сети канализации к КНС. КНС установлено от КНС на локальные очистные сооружения. Локальные очистные сооружения начатые уже работы. 45 коробок подняты. Плюс 5 еще в работе. Ну, это, грубо, неделя, тире 10 дней. Думаю, мы закончим их. Теперь по крыше 38 домов стоят с кровлей. 28 домов, ой, нет, 28, 36 домов с наружной штукатуркой и частично внутренняя штукатурка. То есть черновая отделка. Арыс сегодня начинает жить по-новому. По словам главы города, почти 98 процентов. Работы по восстановлению Арыси завершено. А если верить словам Акима Арыси, осталось отремонтировать 15 домов. Мы все контролируем, принимаем объекты. А по 12-му объекту скажу так. Мы сейчас на месте ведем все завершающие работы. По итогам окончания всю информацию предоставим. Один из главных исторических объектов Арыси это железнодорожный вокзал, который во время взрывов понес значительные разрушения. Сегодня ремонт закончен. Как говорят сами строители, они попытались воссоздать всю картину прежнего вокзала. На вокзале Аскару Мамину показывают зал ожидания. Восстановленные участки, здание и кассу. Там сегодня праздник. Сегодня уже начали продавать билеты. Глава кабинета министров интересуется у девушек, сколько уже продано. Материал на тот момент пластик, керамогранит, кафель, вот это все мы заменили и сделали из натурального материала. Деревянные окна, двери, витражи полностью. Внутри использован натуральный мрамор, снаружи использован натуральный гранит. Даже вот эти вот львы мифические, они тоже были в основном стану. Атлепкин назывался в основном. Сразу после осмотра ЖД вокзала глава кабинета министров идет на площадь привокзальную. Здесь его ждут уже танцевальные коллективы. Во время осмотра площади Аскар Мамин успевает давать поручение Акиму Туркестанской области у Мирзак Шукеев. После недолгой беседы приглашает посмотреть новую достопримечательность Арыси. Это музыкальный фонтан на привокзальной площади. Под конец объезда города Аскар Мамин зашел в гости к семье, который, как и сотни других, пострадал во время взрывов 24 июня. Хозяйка дома Роза Абдраманова поблагодарила за восстановление своего жилья. После этого столичная делегация покинула город. Я согласен, что 12 секторов проблемные. Я исхожу из того, что от количества обращений оттуда, от людей, которые недовольны качеством строительства, поступают нам. По каждому вопросу индивидуально разбираемся там. Потому что там нужно уже быть аккуратным. Потому что хозяин дома говорит, что когда дефектный акт составляли, дефектный акт составляли, они расписывались. у меня вот такие-то дефекты имеются в моем доме. Потом ремонт производили и потом расписку дали, что да, я полностью удовлетворен вашей работы. Каких-либо претензий не имею. Дает, закрывает это. Потом в центре дома еще более такой капитальный ремонт произвели. Если у вас производили текущий ремонт или чистичный ремонт, вы увидели, где вы произвели капитальный ремонт, у вас сразу мысль возникает, у простого народа такая вот позиция, что деньги выделили, деньги должны пропорционально делить, а по нормам МЧС не пропорционально, а по мере разрушения. То есть, если у вас больше разрушений, значит, больше денег тратится, а если меньше, меньше. И у них, когда заявление поступает, мы идем, разбираемся и показываем, вот вы же расписку дали, что вы полностью, а сейчас почему говорите, что вы дали расписку, да, я. Почему тогда вы были довольны, а сейчас недовольны? Ну, ответ простой. Либо люди говорят, что находились в шоковом состоянии, либо, когда расписку давали, суть этого расписка недопонимали. Ну, вот такие вещи. И иногда бывает так, что, когда я расписку давал, что полностью, то есть, обманным путем получили, ну, расписку, то хозяин дал же, ну, каким городом, я же не могу вмешиваться, если обманным путем, это преступление, пусть обращается у робота, а если, если где-то, ну, сказать, в шоковом состоянии, это же в гражданском производстве должно находиться, и они должны доказывать, что действительно специалист должен доказать, когда, вот, подчеркиваю, экспертиза назначается и разбирается, когда расписку дают, от почерка человека, от расписки, вот, почерка человек, можно определить, в каком состоянии человек находился, ну, вот, вот такие вопросы, это же, вопросы, может, годами же длиться, ну, сам факт, то, что, государство поручил, все люди ходили, работу делали, то, что просили, делали, ну, если бы, я согласен, когда люди могут быть недовольны, когда, если обращаются, а государство полностью просто игнорирует, тогда, да, люди могут быть недовольны, а здесь уже, уже мы перешли в черту гражданцев правовых отношений, потому что подрядчики и заказчики говорят, что объем работы полностью, сделали, а те люди, которые расписку дали, когда-то, они недовольны, если они недовольны, тогда, я так считаю, что они должны доказывать, что, если в шоковом состоянии находились, вот, ну, я не согласен, что люди через месяц находились в шоковом состоянии полностью, ну, это эти моменты, ну, потом еще, еще есть процесс же идет, мы же берем дефект на смету, и сопоставляем же то, что они сделали, ну, с объемом они согласны, да, объем сделали, но, не учли некоторые моменты при составлении дефектного акта, дополнительный дефектный акт составляется, и дополнительно запрашивается бюджетное средство, и дальше работа делается, если специалист говорит, что нужно делать вот эту работу, когда, когда, ну, просто, есть, не все люди, но есть среди них, вот, я же каждый день 30-40 обращений рассматриваю, есть обоснованные и необоснованные, надо их отделить, где необоснованные, мы пишем, что это необоснованное, что с сотнями тысяч тенге, всем раздали? Всем раздали, ну, здесь, давайте сразу процесс объясню, как, вот, я вам объясню, что говорят, что вот, у меня два ребенка прописаны в Шенкенте, мы родились они здесь, там, учатся там, а вот у соседей точно такая же, им дали, а нам не дали. Ну, здесь, давайте так сделаем, здесь, вначале, когда вопрос обсуждался, мы исходили из того, что статистики, что зарегистрировано, да, то есть, вначале, это было, где-то, если я не имею, 43 тысячи населения, официально зарегистрировано, мы запросили у правительства и получили вот этот официально зарегистрированный, в отношении от специально зарегистрированных, получили справку о том, что они зарегистрировали и по 100 тысяч раздали. И потом, вопрос возник сразу же, Те люди, которые не успели зарегистрироваться, либо просто ходили не зарегистрировавшись, тогда мы так сделали. Хорошо, мы выделим деньги, но здесь мы должны не государство распределять, это фондовые деньги. Это уже не СРБ поступает, среди туканского бюджета, здесь уже фонд, где в фонде аккумулированные деньги. Здесь, если раз это фондовые, народные деньги, то, скорее всего, это народ должен распределять. Мы комиссию создали, в состав комиссии, кто вошел, если спросите, то в состав председателем комиссии это секретарь Маслихата, это выборное должность, то есть народ сами выбрали этого человека. Не то, что Аким, это назначается, это государственный человек, а тот человек, народный человек, мы его назначили. Потом 17 секторов, мы оттуда Ахсахал выбрали, тех людей назначили, туда ввели. Потом взяли общественные организации туда. И они уже с учетом свидетельств, показаний, с учетом справок, например, человек, если родился здесь, то ребенок, если проживает здесь, то, естественно, они привыкну регулярно, все это здесь должны проходить. Это и будет являться подтверждающим документом. Если человек здесь работает, рабочее место здесь работает, но проживает, например, в другом сельском округе, тогда мы говорим, что если человек здесь работает, значит, он здесь, он имеет право компенсацию получить. Тогда подтверждающим документом будет справка с рабочего места. С рабочими справку даем. Вот таким путем идет. Есть люди, вот такие люди, вот здесь проживают, но решили в Шымкенте получить жилье, в очередь стоять. Прописку сделали там, то есть в Шымкенте, да, то есть льготу хотят там получить. Ну ладно, хорошо, пусть они там получают, раз с учетом того, что... Почему? Когда ЧС, они должны здесь компенсацию получить, и там льготу еще, как проживающие там. Человек должен определиться. Он должен сказать, либо человек живет в Арысе, в одно и то же время в двух местах невозможно же проживать, либо они должны... Ну тогда мы говорим, тогда ты, если утверждаешь, что живешь в Арысе, прописку, давай прописку встанет. Он говорит, нет, у меня там очередь стоит. Ну тогда ты должен воспользоваться им и сказать, что живешь в Шымкенте. Это же, получается, это же попытка обмануть государство же. Говорить, что когда льготу по льготной цене, по льготной цене получить дом, говорит, что в Шымкенте живет, а когда компенсацию должен получить, говорит, что в Арысе. Вот такая ситуация. Здесь уже та комиссия и решение будет принимать. И решение принимала. Проблема есть. Мы не будем отрицать. Проблема есть. Проблема это обувидная проблема. Для того, чтобы с бюджета получить деньги на восстановительную работу, перечень есть из восьми документов. Это заявление собственника, копия удостоверения личности собственника, потом правоустановочий документ, это договор купли-продажи, либо договор дарения, потом госак на землю, если частный дом, потом смета, потом дефектный ад. Вот 8 документов должно быть. А их нет? Тогда... Вот случай сложить. Нет, это же отчетность, это бюджетные деньги. Мы должны за каждую копейку будем отчитываться. Там заявление для того, что... Для чего нужно? Заявление для того, чтобы узнать, что признать его пострадавшим в результате ЧАЭС. Заявление для этого. Для того, что удостоверения личности подтверждает? Что тот человек, договор купли-продажи, на него и оформлен. Для этого нужно. Каждый документ будет подтверждать некоторые моменты. И вот здесь... Здесь изначально, например, если человек... У вас дом, да? Когда вы поженились, двое были, вам хватало 50 квадратных метров. Но после того, как у вас дети появились, вы начали пристройки делать, да? Уже не 50 квадратных метров, а 100 квадратных метров. В связи с тем, что дом находится в вашем дворе, государство не знало, что вы 100 квадратных метров построили и техпаспорт не поменяли, в действительности не зарегистрировались. Ну, после ЧАЭС начали отремонтировать вот эти дома. И мы должны... Техпаспорт для чего нужно? Для того, чтобы смету составить, так что 50 квадратных метров, и расчет сделать. Для того, чтобы отремонтировать 50 квадратных метров, столько-то квадратных метров строительных материалов уйдет. А там фактически 100 квадратных метров. Ну, в юстиции не разрезает. Ну, естественно, в этот процесс должен идти. Мы должны уже легализовать. Столько квадратных метров фактически, оно уже стоит. Это еще время. Это еще время. Ну, вот в связи с этим и затягивается вот такая работа. По частному колледжу здесь это не в школе. По школам у нас задолженности нету. Мы оплатили полностью. А по колледжу, колледжу есть вопрос. Здесь вот такая ситуация. Когда мы комиссию создали по восстановительной работе после ЧАЭС, разделили на три пункта. Первый пункт – это ИЖСТ, жилые дома. Жилые дома мы по 17 секторов поделили и областей туда направили. Области делают. А социальные объекты, школы, детские сада, вот эти, они через Самрух казна финансировались. Оттуда. 67 объектов. Это детские сада, школы, спортивные школы, потом площади, вот такие социальные объекты. А по тем коммерческим объектам, ну, у нас в порядке 500 этих коммерческих объектов. А далее, раз это бизнес, должен тогда Атамикен заниматься этим вопросом. То есть это НПП. Атамикен полностью работу произвел, оплату, компенсацию все сделал. Здесь вот появилась еще одна проблема. В уставе написано, что Атамикен может финансировать и поддержку оказывать коммерческим объектам. А тот колледж оказался не государственным и не частным, а получилось так, что это общественная организация. Ну, вот этот пробел получился. И вначале начал работу производить Атамикен, как коммерческий объект. А когда устав увидел, это не коммерческий объект. Хотели как социальный объект направить, социальный объект тоже не социальный объект получился. Общественная организация. И здесь вопрос, ну вот этот вопрос коллизии в законе, наверное, скорее всего, мы коллегальные решения примем и сделаем здесь не из-за того, что нехватно денег, а из-за того, что... Не мог это решение. Потом, что вопросы в отношении нас не возникали, почему предназначенные деньги для коммерческих объектов вы направили общественными организациями, или почему предназначенные для коммерческих объектов вы в нарушение устава НПП Атамикен направили общественные организации. Вот вопрос, здесь вопрос такая стоит. Мы вот этот вопрос решим все равно. Мы же с подрядчиком договорились, давайте вы за счет своих средств начните работу, до момента мы обязательно взяли и оплату произведем. Отлично, спасибо. И еще два, три вопроса. Помните, 24-й момент взрыва, ВИПы были и что вы делали? 24-го числа этот вопрос... Ну, если... Ну, у меня вот аппарат есть, и население есть, они знают, где я находился. Нет, это не допрос. Нет, нет, нет. Как это для вас, как вы это все... Я находился в это пандемию, 24-го числа. Пандемия, первый взрыв, это 9... 9 часов, 7 минут произошел. Я находился и аппаратное совещание проводил тогда, когда первый взрыв произошел. Здесь, в первом этаже, люди сидят же, они все могут подтвердить. А потом, после этого, если так смотреть... Привали? Сразу же привал, и там же все эти наши отделы сидели, уже начал поручения давать. Я сразу же позвонил, после первого взрыва, сразу позвонил, в гарнизон, и спросил, что там у вас происходит. Он коротко ответил, надо людей уже выводить из города. Он просто вдруг бросил, а там слышно было, взрывы происходит. И сразу начали действовать уже. Акиму сразу же позвонил, Акиму в область, и в первую очередь попросил, чтобы он направил сюда все соседних районов, все эти автобусы, пожарные машины и скорую помощь. В первую очередь, вот этот попросил, чтобы они направили сюда. Он спросил, масштаб разрушения, тогда же в первый момент, никто не допонимал этот момент. Просто я иногда слышал был этим, и сразу начал, ну чуть-чуть, наверное, нужно сказать, что паниковать начал. Если сто, давайте направлять, если тысячи, направляйте сюда, в турусу. Такого характера сбора. Людям надо эвакуировать, и начали эвакуацию делать. А аппаратный, где вы проводили, это на первом этаже? На первом этаже. А он же разбомленный был. Это уже потом уже начал. Вот эти, когда первый взрыв, это не очень разрушительный был. Первый взрыв, это был сигнал просто. И людей вывезти мы вовремя успели там. Ну, представьте себе, это не 40 тысяч человек, это порядка 65 тысяч человек. В районе, если взять с эпицентра 15 километров взяли, ну, там находились где-то 60 тысяч человек. Вы тоже вывезли? Да. И, ну, после взрыва я же не выходил с города, с территории города. Я находился здесь. Когда взрыв происходил, тоже мои люди, аппараты, аппараты. У меня семья была? Да. У меня семья в городе была. Они тоже в эвакуационном эшелону ушли туда. Потом уже вечером я созвонился, они сообщения написали, что мы вышли из города и все. А ваш дом не разбил? Количество раз вам было. Ремонт я недавно сделал. Сами? Да. Не за счет государства. Я же изначально сказал, что я за счет своих средств я сделаю себе ремонт. Это журналисты до этого, после, наверное, 28 числа уже спросили у меня, вы где проживаете, в ваш дом где находится, разрушение есть или нет. Окна полностью, сто процентов вымеряло. И двери полностью вымеряло. Я полностью восстановил это все. Ну вот вопрос такой. Надо же, вот вопрос задает, все вопросы, вы где находились. Ну надо же посмотреть, после того где-то 10.30, уже в 9-7 минут, первый взрыв произошел, в 10-30 я же уже через СМИ уже начал же говорить, то у нас происходит вот это случайное решение, приняли людей, эвакуировали полностью с города. Вот это же интервью через СМИ уже полностью прошел. Страшно было? Ну страшно как, не за себя, конечно, страшно, страшно за население, за детей, конечно, страшно было. А когда вот эти беспорядки были в Шемкенте, как вы на это отреагировали? Когда беспорядки были в Шемкенте, я находился здесь, в городе, у меня была другая задача вообще. Ну, я-то думал, что в городе, если не находиться, наверное, если бы, ну, сотрудника Акимата и другие люди бы, если бы не находились, наверное, весь город бы горел бы. Потому что, как осколки снаряда попадают в один дом, если вовремя не потушить, то оно же распространяется в соседние дома. А вот полностью в городе ориентируются только жители города Арыс. То есть сотрудники Акимата в основном, все, они же приезжие, все пожарники и честники. И с каждым вот пожарным этим рядом находился Акиматовский сотрудник. Он говорил, вот бензин, если взять, да, бензин, простой бензин. Столько бензинов нужно, а все заправки закрыты, там все ушли. И наши Акиматовские сотрудники, они просто по телефону мы разрешение просили, разрешаете или нет? Они говорят, да, да, давайте, давайте. Мы разрешали, дверь ломали, заходили туда и заправляли вот эти пожарные машины, все это делали. Ну, хорошо, что вот сотрудник ЖКХ у нас до поступления в госслужбу он работал в заправке. Он сдал все эти моменты. Оказывается, что внутри нужно насосы включать, это все. Он ходил и всех консультировал. Нужно вот так делать дальше, дальше. И наши сотрудники там стояли и работали. А почему, как раз, что не хватило, не было машин вывозить людей? Вывозить людей? Не санкировали? Нет, надо исходить из того, что вот эта информация, информация, наверное, искаженная информация. Потому что надо, по результатам надо смотреть. Для того, чтобы говорить, что кто-то пострадал из-за того, что вовремя их не вывозили, пострадавший человек должен быть. Пострадавшего одного человека найдете, скажите, что город не был готов к эвакуации. Эвакуацию мы полностью сделали. к 4 часам людей здесь никого не было. Практически не было. Мы полностью ходили, взрывы здесь происходили, ахиматовские, чрезники, пожарники полностью. А вы не боялись сами попасть? Ну, как боялись? Я же говорю, все равно, если один человек останется, все равно это же спрос по программе Рухани Жангару сегодня ведутся работы в Арысе. В рамках послания государственные органы продолжают оказывать поддержку Арысе. Редактор субтитров А.Семкин